Вы в курсе, что системе органов ЗАГС в этом году 100 лет? И что именно этот орган стоит на защите законных прав и личных интересов граждан, поскольку оформляемые ими документы носят правоустанавливающий характер и имеют большое значение в судьбе каждого человека, являясь основополагающими документами в течение всей жизни. Здравствуйте, я Инга Габеш и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Да, работники ЗАГСа прослеживают человеческий путь от рождения и до последнего дня, но на сегодняшний день деятельность этого органа не ограничивается лишь регистрацией рождения, брака или смерти. В учреждении фиксируют смену персональных данных, устанавливают факты отцовства, усыновления либо удочерения. Кроме того, в ЗАГСы обращаются по вопросам, связанным с наследованием, собственностью на имущество, оформлением пособий. Работники организации выдают оригиналы документов, делают дубликаты утерянной либо украденной документации. О буднях и праздниках ЗАГСа, о том, как узаконивают любовь, мы поговорим с заведующим отделом ЗАГС Центрального района города Сочи Татьяной Буровой. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна, рада вас видеть в нашей студии. Итак, одна из главных задач органов ЗАГС – ведение демографической статистики. Так вот, изменилась ли она как-то по сравнению с прошлыми годами? Стало ли больше рождаться детей, либо меньше разводов? По законодательству органы ЗАГС являются, так как являются регистрирующим органом. И по законодательству определены три основные задачи для органов ЗАГС Российской Федерации. Первая, конечно, это сохранность архивного фонда. У нас хранятся документы в архивах 100 лет, с урок хранения 100 лет. Вторая задача – это государственная регистрация актов гражданского состояния в соответствии с законодательством. И третья, наиболее важная задача – это реализация государственной политики в области семейного права. И, конечно же, ту информацию, так как орган ЗАГС ведет действительно первичный учет важной информации по государственной регистрации актов гражданского состояния. И по законодательству всю эту информацию мы затем передаем в органы, которые ее обрабатывают и делают соответствующие выводы, какова же у нас на сегодняшний день социально-экономическая ситуация. Но все-таки цифры наверняка есть и у вас. Поделитесь все-таки, да, что у нас порождаемость. Конечно. Готовясь к вашей передаче, я как бы сделала статистику именно по нашему органу ЗАГС. И я за 10 лет, вот вы спрашиваете, по рождаемости. Если мы берем цифры по рождаемости в 2007 году и в 2016 году, то мы видим, что ровно в два раза увеличилось число рождений. По регистрации смерти, смертность, да, по нашему отделу ЗАГС. Да, кстати, соотношение рождаемости и смертности. Соотношение, да. Я вот пока беру, если мы смертность, берем 2007 год и 2017 год. Будем так говорить, если в 2007 году было 2300 зарегистрированных смертей, то в 2016 году это цифра 2000. То есть на 300 единиц, это, я считаю, что это большой и положительный показатель. Если мы берем браки. Браки – это чудесно, все замечательно. И в данном случае я вам хочу сказать, конечно же, с каждым годом, если даже берем 2007 год и 2016, на 1000 браков более, чем было это в 2007 году. А по разводам, вот вы знаете, такая интересная ситуация. Вот сегодня все говорят, разводов больше, больше. Вы знаете, почему больше? Потому что больше браков. Если мы берем чисто цифры, то больше браков. Если же мы берем, допустим, посчитать, сколько разводов на 1000 браков, так я для себя обнаружила, что цифра-то одна и та же. То есть, понимаете, в процентном отношении число разводов точно такое же, как 10 лет назад. Я для себя сама открыла такой вот. Интересный факт. Поэтому, вы знаете, если учитывать, что деятельность органов ЗАГС – это как лакмусовая бумага для общества. Что же у нас в обществе происходит? Если у нас улучшение экономической, социальной составляющей, соответственно, у нас увеличилось число рождений. Вот действительно тот факт, что рождаемость преобладает. Является ли итогом целенаправленной работы администрации нашего, в том числе региона, по улучшению условий жизни населения? Мы можем говорить, знаете, мы можем говорить, что, конечно же, это государственная политика. Исполнение этой политики на местах, будем так говорить, как администрация Краснодарского края, да, а мы как исполнители, соответственно, в рамках нашей работы и политики, я думаю, что это один из факторов того, что люди, которые, родители, которые решили или принимают важное решение, да, что будет рождаться ребенок, то есть социальные гарантии государства, субъекта федерации, конечно, они играют большую роль в этом решении. Об уровне жизни населения и успехе работы органов власти в социальном направлении говорит, наверное, и тот факт, что во многих семьях рождаются не только первенцы, но и вторые, и третьи дети. Будем так говорить, не как должностное лицо. Я, как гражданин Российской Федерации, как житель города Сочи, и просто как человек, я понимаю, что если ранее, даже 10 лет назад мы если уберем, да, ранее семья имела одного-двух детей, да, это уже был предел. На сегодняшний день это действительно динамика очень положительная, будем так говорить. И то, что увеличивается число молодых семей, в которых дети третий, четвертый, пятый, раньше, чтобы найти многодетную семью, вы знаете, это было трудно, допустим, вот. И они приходили, мы их, в общем-то, знали наперечет. На сегодняшний день я вот, как я всегда говорю, что самый любимый мой документ, который я подписываю, это свидетельство о рождении. И все же, несмотря на все то, что вы нам сейчас рассказали, сегодня почему-то все чаще говорят о развале института семьи и брака. А вот укрепление этого института тоже одна из ваших задач. Ведь в ЗАГСе семьи и создаются, и в случае непонимания супругов, там же и прекращают свое существование. Так вот, проводятся ли вами какие-то мероприятия по пропаганде семейных ценностей? Конечно же, мы не можем оставаться ни в стороне. Мы как бы ежедневно это делаем в силу своих должностных обязанностей и в силу, наверное, просто человеческих. И поэтому вот этот институт семьи, возможно, мы его утеряли. Вы знаете, возможно, утеряли. Ну, наверное, утеряли те, кто хотели утерять. А традиции, я думаю, что они так и продолжают быть. Может быть, даже усилуются. Вот мы с вами не говорили о том, что имена детям дают. Ранее давали детям имена, знаете, чтобы это как-то красиво звучало, какие-то соединения каких-то имен Ника, Николина и так далее. Но при этом сегодня такие имена... И я когда вешу какое-то редкое имя, говорю, а вот почему вы так назвали? Говорю, а у меня дедушка. То есть наконец-то ушли от этой экзотики? Наконец-то мы ушли. И наконец-то мы вернулись к тому, что... А у меня дед герой там, да, допустим. А у меня вот бабушка была. И мы очень хотели так, чтобы назвать ребенка. И я понимаю, что мы возвращаемся потихонечку к своим корням. А наша основная задача, я считаю, что это самая, может быть, действенная такая задача. Не задача, а, может быть, наша, будем говорить, наша деятельность в этом плане. Это, конечно же, когда к нам приходят юбиляры семейной жизни. Это, вы знаете, ну как энциклопедия, да? Как надо любить, как надо беречь семью. И вот это вот мы проводим, чествование юбиляров семейной жизни. И на сегодняшний день могу вам сказать так, что активность именно в этом направлении у людей, которые прожили 25-30 лет совместно, 50, 55. У них огромное желание именно в этот день прийти в орган ЗАГС. И как 50 лет назад сказать друг другу, люблю обнять, поцеловать, обняться кольцами. И, конечно же, то, что к нам люди приходят, вот такие юбиляры, семья, мы им благодарны. Я всегда их благодарю за то, что они пришли к нам, что нам позволено быть на этом празднике. И нам очень приятно этим заниматься. Они являются примером. Они являются примером. А вот сами молодые сегодня, они, вернее, молодожены, молодеют, судя по статистике, или откладывают поход в ЗАГС за 30? Откладывают за 30. Более так, да. Более так. Сейчас, если ранее были 18-20, да, то сегодня, конечно, откладывают поход. И более, ну, будем так говорить, более 50-70 процентов. Это идут 25-30-35. Татьяна Алексеевна, вот, возвращаясь к теме об институте семьи и брака, вот стоит сказать, что часто о развитии института семьи говорит наш губернатор. Кстати, Вениамин Кондратьев, вы часто гость такого уже всеми любимого праздника «День семьи, любви и верности». Вот предлагаю посмотреть, как в этом году прошло главное краевое торжественное мероприятие. Иван Александрович и Лидия Васильевна Коба уже 57 лет смотрят друг на друга вот такими влюбленными глазами. Вместе они воспитали двоих сыновей и дочь, а теперь наслаждаются ролью бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Чита Коба по праву носит звание «Золотой семьи» и удостоена медали за любовь и верность. А рецепт счастья, по мнению хранительницы семейного очага, прост. Самое главное – ценить друг друга надо. Мне кажется, это самое главное. И не воспитывать друг друга. Вот какой-то есть, такой есть. Вот какого я приняла, такого. Самое главное – любить и верить. В День святых Петра и Февронии в концертном зале премьеры собрались десятки семей. Многодетные, молодые, казачьи, золотые юбиляры. Гордость Кубани. А вместе с ними – дети, внуки и правнуки. В зале – семья главы региона Вениамина Кондратьева. На праздник он пришел вместе с супругой и детьми. Губернатор и владыка Исидор поздравили всех с праздником и пожелали беречь самое главное богатство – семью. У каждой семьи есть своя история и свои традиции семейные, которые мы бережем и передаем от отца к детям и от детей к внукам. Так вот, в истории и традициях наших семей мы черпаем силы и сегодня. И это смысл жизни нашего народа, связь поколений, связь традиций, культуры и веры. Для нас очень важно понимать и осознавать, что такой праздник, который мы сегодня с вами отвечаем, такой мудрый подход к жизни составляет суть нашего российского мировоззрения, составляет суть нашей ментальности. Я всех вас поздравляю с праздником. Любите и берегите друг друга. Сегодня Святая Церковь вспоминает святых благоверных Петра и Февронию, муромских чудотворцев. Они не совершали ратных подвигов. Их кончина не была мученической. Они просто достойно прожили свою жизнь, явив образец чистоты и красоты супружества. И за это были прославлены у Господа. Каждый год в этот день лучшим многодетным семьям Кубани вручается медаль – родительская доблесть. В этом году из рук губернатора Владыки Исидора ее получили 15 семей, а всего с момента учреждения краевой награды – 82. К новому статусу многодетным семьям предлагается и единовременная выплата 32,5 тысячи рублей. Семья – это самое основное, то, что есть. Семья, дети – это счастье. Семья – это, конечно же, особенно многодетная семья. Это большое счастье. Это дружба, это опора друг на друга, для нас любовь со стороны детей, со стороны мужа, понимание обязательно. Семья – это главное достижение для каждого сидящих в этом зале. Сначала та, в которой он родился, потом, которую создал сам. Поэтому День памяти святых Петра и Февронии – для многих еще один повод собраться в большом семейном кругу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот мы сейчас посмотрели сюжет прекрасный, где именно действительно показано грандиозное событие. Проводится это, вот вы знаете, я могу сравнить этот праздник, наверное, с самым любимым, как Новый год. Потому что в каждом доме, город Сочи – это наш дом, должны быть семейные традиции. Вот каждый год действие начинается с органа ЗАГС, так как на территории, около органа ЗАГС, установлен памятник Петру и Февронии. В 2009 году было установлено четыре памятника по России. И одним из четырех – это был памятник, именно вот, который был установлен в городе Сочи. Мы очень гордимся этим таким замечательным памятником. И могу даже сказать, что сегодня традиция молодоженов, мы, конечно, об этом им говорим и рассказываем, что это чудесный памятник, что проводится, действительно происходят чудеса. Это единственные святые на Руси именно хранители семейного такого счастья. И молодожены подходят. Обязательно традиции – подойти, выйти из ЗАГСа после регистрации брака и сделать фотографии на память. Ежегодно проводится в нашем городе праздник, посвященный семье, любви и верности, на который приглашаются юбиляры семейной жизни. Я к тому говорю, это также один из тех, будем так говорить, видов, может быть, популяризации института семьи. Татьяна Алексеевна, давайте сейчас снова вернемся к будням ЗАГСа. Итак, кто же ведет контроль со стороны государства за деятельностью органов ЗАГС? И какой порядок и формы этого контроля? Вы знаете, контроль за деятельностью органов ЗАГС осуществляет Министерство юстиции по Российской Федерации. Но в каждом субъекте Федерации имеются, вот у нас в частности, Министерство юстиции по Краснодарскому краю. Проверки деятельности органов ЗАГС проводятся раз в три года. Нужны ли они вообще? И что выясняется в ходе этих проблем? Вы знаете, наверное, контроль, не наверное, а точно могу сказать, что это необходимо, учитывая серьезную структуру федеральную именно как орган ЗАГС. Потому что вся деятельность органа ЗАГС, она регламентирована законом. Нарушение закона не допускается. Поэтому контроль, он, конечно же, необходим. Это первое. Второе, наверное, положительным моментом в данных проверках, да, мы все не любим проверки, это понятно. Но положительным моментом, что является? Выявление недостатков, нарушение законов, это дает повод для того, чтобы на что обратить внимание. То есть в отделе, вообще в органах ЗАГС работают люди с высшим образованием. То есть у нас есть квалификационные требования с юридическим образованием. Знание закона не только своего, то есть будем так говорить, мы говорим, наш закон, да, акта гражданского состояния. А у нас еще все смежные с нами, кто структурой работает, мы также должны знать все это. И поэтому, конечно же, эти проверки дают возможность, скорее всего, знаете, как углубить, изучить более глубже, сделать анализ этих ошибок и впредь, чтобы не допускать. Наверняка в органы ЗАГС регулярно поступают запросы от различных органов власти, правоохранительной системы, миграционных служб. С чем чаще всего приходится сталкиваться в этих запросах? Каждый запрос, который имеет право быть, да, у нас, это сведения о гражданине. Допустим, да, начиная с рождения и заканчивая там последними его днями. Вся история гражданина наша находится в органе ЗАГС. И хранится она сто лет, как вы сказали. Да, и хранится она сто лет, это первое. И второе, знаете, тоже могу вам сказать, вот орган ЗАГС, да, у нас семь актов гражданского состояния от слова «семья». Не задумывая. И вот эти вот запросы. Но я вам хотела бы сказать, что у нас существует статья закона, которая определяет круг лиц, имеющих право на получение этой информации. А вся информация, которая имеется в органе ЗАГС, она является конфиденциальной информацией. И одна из задач, опять же, сотрудников органа ЗАГС, это соблюдать конфиденциальность. Та информация, которой они владеют, не является информацией для передачи кому-либо, которая не указана в этой статье. Все ясно. Исчерпываю вообще. А какие документы органов ЗАГС можно получить в многофункциональных центрах «Мои документы»? С 2014 года у нас, значит, с управлением ЗАГС, управление ЗАГС с МФЦ, заключили соглашение об перечне услуг, которые будут предоставляться в МФЦ. И у нас на сегодняшний день две услуги. Это государственная регистрация расторжения брака по взаимосогласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. То есть МФЦ принимают заявление именно на расторжение брака по взаимосогласию. И недалее, как с прошлого года в конце, прием заявлений о выдаче повторных свидетельств и справок. То есть это тоже одно из услуг. В случае утери имеется в виду, да? В случае утери. Но это действительно две услуги, которые работают по всему краю Краснодарскому. То есть можно обращаться в МФЦ и за этими услугами. В наш век высоких технологий есть тенденция переводить все документы в электронный вид. А у вас наверняка хранятся многолетние архивы. Так вот, согласно поручению об электронном правительстве, вы переводите их в электронный формат? С 1 января 2018 года все архивы должны быть переведены в электронный вид. Это по плану правительства Российской Федерации. Вот я опять говорю, что организация всегда как страна, так и мы. Сейчас все переводится в электронный архив. И в связи с этим, вы знаете, уже проделана огромная работа. С января месяца мы будем должны работать в единой федеральной государственной системе информационной. Будет создан единый государственный реестр. Что же это такое? Это, вы знаете, получается так, что будет... Если на сегодняшний день в каждом отделе свой архив, ответственность несет руководитель за этот архив, то это будет единый архив по всей России, единый. И все органы ЗАГС будут работать через этот единый государственный реестр актов гражданского состояния. Допустим, если, опять же, человек утерял свидетельство о рождении, находится в городе Сочи, а он рожден в Москве, ему уже не надо будет ехать в Москву, ему не надо обращаться уже в МФЦ, я имею в виду в МФЦ, или обращаться в письменном виде в Москву. Он приходит в отдел запись города Сочи и получает. Потому что у нас уже будет доступ к единой базе. И к базе этих актовых записей города Москвы мы уже сами выписываем документ и отдаем. Да, это, я думаю, что... Вы знаете, это, конечно, ну, будем так говорить, революция. Да уж. В наших органах ЗАГС. И поэтому уже проделана работа, вот я вам хотела сказать, мы уже все сотрудники всего Краснодарского края, сотрудники управления ЗАГС Краснодарского края, прошли очно-заочное обучение по этой системе. То есть проделана огромная работа по организации управления ЗАГС, по организации именно обучения. Вот в августе, на тот период, когда мы проходили Краснодарский край, еще 30 субъектов проходило. То есть... То есть все близится уже? Все близится. Все меняется? Да, все меняется, близится. И, конечно, мы уже идем, будем так говорить, впереди планеты всей. Ну и, в принципе, вовремя. Системе органов ЗАГС в этом году 100 лет. Да, вы знаете, мы 100 лет, будем так говорить прямо весь год, мы под эгидой этого 100-летия. Поднимаются архивы, смотрим, какая же была мода 100 лет назад, да, какие приходили, в чем были одеты молодожены. Мы даже в организации в своем сделали такую фотовыставку прямо по эпохам, да. И очень интересно, конечно, себя узнаешь в какой-то эпохе. Вот. И празднуем, как всегда. Вы знаете, трудом. Да, трудом. Сегодня, понимаете, вот даже я, будучи в этой системе около 20 лет, хочу вам сказать, что на сегодняшний день много факторов, и проверки в том числе, и организовано управление ЗАГС Краснодарского края, где есть, имеется правовой отдел, да, когда мы можем всегда обратиться, решить какую-то действительно проблему, которая у гражданина в правовом поле. И качество предоставления услуг на сегодняшний день очень высок. То есть я бы сказала бы высокий. прямо высокий, даже, можно сказать, некуда дальше идти, да. Вот. Очень высок. Потому что имеются регламенты административные, опять же, Министерство юстиции. Имеются постановления правительства о том, как вести документацию, как заполнять справки, свидетельства. Не допускается ни единой ошибки, не допускается ни единого зачеркивания. Это вообще даже, понимаете, это как границу перейти для нас, вот для работников ЗАГС. Поэтому я хотела бы сказать, что к 100-летию мы подошли, вы знаете, с такими замечательными достижениями, что мы можем гордиться тем, что мы делаем. Я горжусь, что я работаю, служу, работаю даже не скажешь. Все сотрудники. И вот были люди, которые приходили к нам, но они не могли работать. Они сами говорили месяц-два. То есть... Не зря говорят, что работник ЗАГСа – это не профессия, а судьба. Это правда ЗАГС. Да. Татьяна Алексеевна, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Вам спасибо, что пригласили. И желаем, чтобы вы чаще не разводили, а все-таки узаконивали любовь. Мы только за это. Мы только за это. И вам всего доброго. Спасибо. И всем слушателям. Это, конечно, счастье. Счастье в семейной, супружеской жизни. Спасибо большое. Дальше. Всего доброго. Напомню, гостям нашей программы сегодня была заведующая отделом ЗАГС Центрального района города Сочи Татьяна Бурова. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова